Сейчас, кстати, говорят о том, что будут провокации со стороны Беларуси в виде каких-то диверсионных групп, чтобы оправдать наступление очередное со стороны Беларуси, опять бомбежку со стороны Беларуси и так далее. Как думаете, возможна ли такая история? В той ситуации, которая сейчас есть, я не думаю. Не думаю, потому что, во-первых, на самого Лукашенко итоги Харьковской операции произвели самое обескураживающее впечатление. Обалдел, да? В шоке. Ну, как бы он понимает, что его пугает. Его пугает, что он будет в следующем случае поражения Москвы или даже какого-то промежуточного варианта при каких-то определенных обстоятельствах с ним расправиться. И я думаю, у этого варианта не нулевая вероятность. Не нулевая. Потому что, ну, там как бы и особенно заниматься нечем. Его просто надо устранить. А сама Беларусь, она сразу окажется кризом для того, кто будет решать Запад и Украина вместе. Скорее всего, Тихановская, раз она приезжает. То есть, это вообще решаемо достаточно быстро. Еще и почему? Потому что, а мы же не видим, чтобы у Беларуси были полноценные вооруженные силы, которые захотят защищать Лукашенко. У него есть полицейский аппарат обширный, да? Который, да, он связывает с Лукашенко свою судьбу, и слишком много они наделали, и им уже деваться нет. Но это же не вооруженные силы, это же не военные. Как они будут воевать с танками и химарсами? Ну, тем не менее, Лукашенко показательно объявил о том, чтобы так вы там смотрите, вы там глядите за всеми, вы сгруппируетесь, мобилизируетесь. Потому что нечего вот это вот все. Кстати, вот страны ОДКБ, Киргизстан, Казахстан, они объявили о том, Армения, о том, что ни в коем случае своим гражданам, не Армения, нет, наверное, все-таки ошибаюсь, Киргизстан, в том числе Казахстан. Принимать участие, да? Да, да, ни в коем случае, иначе вот уголовная ответственность Беларусь такое не заявила. Ну, а смотрите как, да, потому что из Беларуси в ЧВК Вагнера какие-то уходят комбатанты, подписывают контракты, это во-первых, и это, возможно, договоренность с ним, что на это закрываются глаза, потому что в России не хватает специалистов, некоторых специальностей. Ну, летчик вертолетов сильно не хватает, ну, самолет-то, ладно, там, по-другому решается, но есть военная специальность, которая, наверное, в Беларуси военнослужащие в отставке какие-то, так сказать, с опытом, с военноучетными специальностями, они могут привлекаться, и Беларусь здесь будет изображать, что нет, 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 наши люди там не участвуют, ничего, а на самом деле, ну, Лукашенко тоже тот еще, можно сказать одно, делать другое. Но, понимаете, вовлекаться так вот слишком сильно, публично как-то, и так, чтобы это было очевидно, наверное, он не готов. Не готов, потому что он понимает, что нужно оставаться победителем, а вот победа у России не очевидна, как минимум, так аккуратно выразить. И поэтому Лукашенко не хочет оказаться на, так сказать, разделив... На стороне проигравших, да? Ну да, но разделить ответственность с Путиным за все, вплоть до ядерного удара, а зачем это ему? Так хоть как-то шанс есть какой-то, ну, хоть какой-нибудь призрачный, договориться, убедить, отпустить, там, еще что-то. А в этом случае какой у тебя шанс? Никакого. Отдадут тебя в батальон Калиновского, и на этом все закончится. И с сыном причем. На этом все закончится. Потому что они раздражают оба, но Лукашенко, понимаете, с ним проще справиться. Вот в чем все дело, чем с Путиным. То есть, ну, и он более предсказуемый, наверное. Дело не в предсказуемости. Дело в том, что он действительно выступал как прокси очень долго. И в конфликте, помните, в прошлом году осенью с этими мигрантами, значит, беженцами якобы. И в нападении на Украину предоставил территорию, долго колебался, ну, пытался отнекиваться, чтобы не принимать участие непосредственно. Но, как бы, никто ему ничего не простит, никто ничего не забудет. Потому что он-то все время ищет, раньше искал, значит, между Западом и Москвой какого-то пространства для самостоятельного существования. Сейчас он его ищет, это пространство между Москвой и Киевом. Он стремится установить отношения с Киевом для того, чтобы повлиять на Запад. Вот меня не трогайте, я вот там, вот и все. Ну, он пытается, он же отношения публичные попросил восстановить с Киевом и Киевом. Я с послами, которых нет. Ну, много чего он просил. Вот, там тайные переговоры тоже есть. И, тем не менее, он понимает, что если вдруг пойдет совсем все не так, он одна из первых жертв этого всего. Ну, имеется в виду, если Москва совсем потерпит фиаско, то Лукашенко спасения никакого. Субтитры создавал DimaTorzok